Заказ от Министерства обороны на устранение взрывоопасных предметов с территории бывшей военной части получила организация, задача которой входит разминирование и утилизация. В штате работают опытные инженеры саперного дела. Под их непосредственным контролем проводятся любые действия по обнаружению и транспортировке снарядов. Также к делу привлечены местные жители. Их обучали здесь, на месте. Многие выполняют свои обязанности не первый год. Закончить разминирование и демонтаж разрушенных в 2012 году хранилищ планируется к осени, после чего проверку осуществит комиссия из Министерства обороны. В этом году мы должны закончить, то есть издать этот объект Министерству обороны. Местное население, конечно, просило бы обходить эту территорию подальше, потому что после взрыва 2012 года разлет боеприпасов и взрывоопасных предметов очень большой. Инженерные части сейчас проводят инженерную разведку. Часть хранившихся на складах боеприпасов осталась за пределами территории, на которой работают саперы. Тем не менее, и она не остается без внимания. Сначала взрывоопасные предметы будут найдены и отмечены на схемах и местности, после чего извлечены. Здесь находится группа размененных в составе 8 человек, которые производят очистку местности от взрывоопасных предметов по внешнему периметру технической территории. Утилизация всех найденных боеприпасов будет произведена в октябре этого года силами подрядной организации. Добавим, что в результате взрывов, прогремевших четыре года назад, сотни людей, проживавших на территории части, остались без жилья и работы. К счастью, никто не пострадал. Субтитры создавал DimaTorzok